Друзья, всем привет! Приветствуем, друзья! Добро пожаловать на наш канал! Не собирались снимать в гостинице, но у нас есть повод. Вова нажал генератор, ура! Показывай большой! Светлана пока монтировала, мы с Никитой поехали. Home Depot, Loves. А потом Светлана мне пишет. Home Depot завезли, у нас там дома. Нет, в Костка. О, в Костка, да, нам сообщили. Я говорю, ну мы далеко, мы в любом случае не успеем. Но мы поедем здесь, в Костка. Все равно надо на заправку, вечером домой ехать. Приезжаю, захожу, и первого, кого встречаю на входе в магазин, идет работник. Я спрашиваю, есть генератор? Он говорит, да, есть. Вот там, где вода, там много, огромная очередь, но ты на очередь не обращай внимания. Это за водой они стоят. Я подхожу, действительно, огромная очередь, люди за водой стоят, и там же генераторы. Я подхожу, подрезаю всю очередь, мужик из очереди мне орет. Эй, куда прешь? Очередь, я говорю, извините, я не за водой, мне за генератором. Он говорит, тогда бери, который газовый. Он сразу мне начал. Советы, он мне долго-долго, я гружу, мне тяжело. Он мне советы дает, какой брать, какой не брать. Там два вида генераторов был, один подешевле, с меньшим количеством электричества. Я взял, который подороже. Так, ну а что, они все газовые были, что бензиновых не было вообще? Я про тот, который первый стоял, я не стал выяснять, газовый он или бензиновый, потому что я увидел, есть побольше, подороже. И я сразу пошел к нему. И мы кое-как его с помощью человека там загрузили. И вот он такой. Ого, он гигантский. Да, и он невероятно тяжелый. Вот возьми, тяни, попробуй. Ну да, я его не сдвину, даже двумя руками. Нет, дома я его, конечно, разгружу. Я его подтяну аккуратно и спущу. Нет, ну мы всеми сможем. Слушай, а почем? Он 900 долларов стоит. Ну, так сказать, 965 я сплатил. И он газовый или можно и так, и так, и так? Вот здесь написано на бензине, вот на пропане, а вот натуральный газ. Он здесь на пропане и на натуральном газу дает немножко меньше. На бензине лучше всего. Мы можем и бензин заправить, и вот этого два баллона у нас есть газ. Получается, мы можем ехать домой, мы собираемся, если что, еще на одну ночь бронировать, да? Можем ехать. Только интернета не будет, это ерунда. Мы, получается, вчера днем выезжали из своего района на вот этот хайвей, который там возле нас. И там работал только один светофор, и все вот эти вот бизнеса, все кафе, все было закрыто. Вечером я еду, все освещено, все работает, светофоры все работают, везде светло, везде хорошо. И как только я на нашем повороте свернул, я как в темный лес заехал. Кромешная тьма, нигде ни фонарика, ничего. Наш район почему-то один стоит темно. Помнишь, мы в самом первом видео снимали дерево поваленное, вот в нем проблема, я уже поняла, все, что вокруг с ним связано, в ней не работает. И странно, я утром, рано утром выезжаю, везде работает громадная техника. А это одно дерево лежит, и все, и ничего не делается. Повторя работают, а там почему-то никто не может туда прислать этот огромный трактор, который это дерево уберет. У меня очень это, ну я очень надеюсь, что сегодня, за сегодняшний день, очень сильно продвинется. Потому что рано утром, когда я из дома ехал сюда, я езжу домой, охраняю дом и кошку королю там. Вот, я ехал сюда, мне навстречу по фривею ехали целые колонны вот этих ремонтных машин. Наконец-то они двинулись к нам. Они, видимо, здесь, в этой эре, и все за эти предыдущие дни, все полностью сделали. И теперь они направились туда, и сейчас они там накинутся. И я очень надеюсь, что сегодня они там прям максимально много. Ну или завтра мы приедем, уже будет электричество, не надо быть генератором. А генератор мы купили на тот случай, что, не дай бог, конечно... Еще два урагана еще к нам идут. Да, идут еще два урагана. И мы что-то уже как-то прям, это, как будто уже, знаете, тут, если еще ураган нападет, нас это как на рану и надавить. Да, вот такое ощущение. Да, очень неприятная ситуация случилась, мы не были к ней готовы, но теперь, слава богу, нашли. Ну что, прошел день, мы в гостинице, мне прям все очень нравится. Вот тут, кстати, мы вчера с Никитой выходили вечером здесь на разведку, все спать и говорили, о, открыто, я думала, здесь это, нельзя зайти с улицы. Нет, это мужчина прошел, без ресторана принесли. Да, здесь можно пойти, там кофеек всегда. Похоже, огонь. Да, фаерпит здесь, правда, лужи. Да, я вчера. Люди не зажигали, но я думаю, что можно зажечь при желании. И можно посидеть вечером, здесь люди сидят, кофеек пьют, за компьютером работают, общаются. А фото, что ветер здесь тоже. Ты думаешь, что ветер? Я думаю, что это люди ломали. Ветер это не снесет. Нет, людям этого не оторвать. А ветру? Ветру, да, ветер дома сносил. Понятно. Хотя здесь такой закуток какой-то вот здесь. Пошли вот тут через эту дверь зайдем. Я еще сейчас, наверное, себе кофейку. Мы позавтракали. Нормальный хороший завтрак до девяти. Но они прям дольше значительно подержали все. Мы специально пораньше проснулись, чтобы позавтракать. Рано было тяжело просыпаться. Я в четыре только спать легла. Я тут открыл. Вот у них здесь всегда горячий кофе, чай и... А, кипяток чая нужно заварить. Всегда у них здесь все есть. Вот здесь протерли сейчас. Хотя кто-то уже капельку оставил. Мы утром проходили с Никитой, делали себе чай. Здесь прям намазано, намазано. Мы зарезервировали эту гостиницу. Из-за того, что здесь есть еще и ресторан должен был бы быть. Мы думали, что здесь есть. Когда мы в ресепшн регистрировались, я говорю, а где у вас ресторан? А у нас он уже закрыт более года. Я говорю, в описании мы выбрали, чтобы, знаете, не было геморроя. Чтобы можно было спуститься и поесть. Ну, вот только у них завтрак. Мы завтракали здесь. Сейчас все прибрались. На завтрак. Я, кстати, успел на завтрак. И здесь столько было еды, что такой едой можно и поужинать вполне. Картошка, бекон, какие-то котлеты, сосиски. Всего полно. Каша была, всякие йогурты, молоко, фрукты, хлеб, бутеры, тост. Короче, можно было здесь хорошо поесть. Завтрак очень вкусный. Хороший и такая прям атмосфера здесь хорошая. Мне эта гостиница, кстати, понравилась. Нету какой-то вот этой... Она очень маленькая. Из-за этого нет вот этой суеты. Большой толпы нет. По-домашнему все. Знаешь, если бы вы в такую крутую гостиницу заселились, то там было бы, знаешь, огромное пространство, много ресторанов. И не так было бы уютно. А здесь сейчас. Пошли этот. Вот спортзал. Давай, зайдем. Открывай карточкой. Посмотрим. Что-то у нас карточки где-нибудь начали это ерундить. Сейчас пришлось поменять. Никита тут вчера вечером. О, хотя у нас дома эти агрегаты стоят. Но здесь он прям накинулся и вчера и бегал. И здесь, и катался. Такой здесь спортзальчик. Все уютненько, по-домашнему. Там бассейн. Но сейчас уже бассейн не актуален. Вот такой бассейн. Кстати, видишь, машинка спускать этих. Для инвалидов, наверное, да? Кто не может сам спуститься. Ну, бассейн уже все. Я думаю, что он открыт. Заходить можно? Хочешь, купайся. Но он какой-то грязный даже, да? Его уже, наверное, за ним не упали. Надула сюда ветром, да. Такое вот все огороженное. Уютная гостиница, хорошая. Здесь можно по всем вопросам обращаться. Они все, работники все очень отзывчивые, хорошие. Прям, ну, мне нравится. Хорошо. Все по-доброму, по-домашнему, по-уютному. Чистенько. Пахнет хорошо. Вообще отлично. Прям то, что надо, когда нету электричества и интернета. А, можно... Коля может подойти и спросить. Надо, кстати, сказать, если у него нет этих затычек. Он плохо сегодня спал. Говорит. Вова сейчас пойдет в ресепшн, спросит затычки для ушей. Там сейчас человек какой-то рассчитывается. Вот такой вот. О, отойди. Я покажу. Здесь можно было здесь съехать. А, до 12. И в 3, оказывается, можно было заехать. Поэтому нас сразу заселили. А я почему? Думала, что как везде. Везде 11-4. А здесь прям как-то все, знаешь, даже завтрак. У них 9 до 9. Но они значительно позже закрылись. И можно было еще здесь сидеть. Мы приехали к 3-м и очень быстро, ну, чуть-чуть позже, правда, 3-м. И очень быстро мы практически были первыми в очередь. А потом, пока мы ходили, разгружались, тут толпа народа была. Можно увидеть здесь купить напитки. Даже в микроволновке. Здесь в микроволновке есть. В крайнем случае, если в кафе не пойдем, не захотим идти, вот, можно взять в микроволновке все разогреть. Мороженое, блендер. Твиксы, сникерсы. О, детям, надо сказать. Наушники. А, это наушники. Что, бесплатно, да? А я думала, это, это, а, ирплак. Это затычки для ушей, ирплак называется. Я почему-то подумал, что это. Я тоже, ты как-то мне сказал про это. Да, даже наушники дали нам. Ну, пусть будут. Коля, он очень чувствительный к свету, к шуму. Он как это, как это, как в той сказке. И он плохо спал. Я не знаю, как я спала, потому что в машине, когда мы ехали сюда, мне шею просхвозило, прострельнуло. Во, он мне мазь привез. И плюс, я легла поздно спать, монтировала. В 4 легла, 3,5 часа так поспала. Вот. И как я спала, сказать не могу. Ну, видел крепко. Я не знаю, мне шея болела, долго уснуть не могла из-за шеи. Коля говорит, и кровать неудобно, и шумно. Хотя, мне кажется, кровать удобная, и не шумно здесь. Ну, ладно. Так, друзья, неожиданное обновление информации. Мы узнали, что у нас включили электричество. На улице вечер, в 8 час, и мы решили собраться, ехать. Все, мы съезжаем, быстро собираемся. Дети там еще, это, собирают пока вещи старшие. Мы с младшими уже собрались. Быстро переносим все. Пять дней у нас не было электричества. Пять дней. Интернета по-прежнему нет. А Лиза там? Лиза с ними. Получается, что я смонтировала столько видео, сколько хотела. Два видео не доделала? Нет, не доделала. Ну, ничего страшного. Главное, два. Я сделала, одно выложила. Другое по расписанию выложится. Поэтому еще впереди, даже если 2-3 дня не будет интернета, ничего страшного. Сейчас мы дорожку себе сделаем. Напитков каких-нибудь горячих. Я себе кофейку дорожку сделаю. Хоть вечер, но я хочу что-нибудь горячее пить. Смотрите, дыма на то у них тут протек. Вот, наверное, я смесь сделаю с кофеином, кофе, и без кофеина. Давай дальше водочек. Нет, мне не нужна горячая вода. Не хочу. Я сейчас добавлю немножечко сливок. Так, сейчас мы вот эти делаем все себе горячие напитки. Мы загружаемся в машину, рассчитываемся, рассчитываемся. Сможешь мне крышку надеть? Угу. И едешь домой к размороженным холодильникам и все такое. Съезжаем вечером, а у нас еще до завтра, до 12, но дома лучше. Неважно, что нет интернета, дома родные стены, мы можем там и искупаться, и отдохнуть, и выспаться. Все-таки дома лучше, как бы здесь хорошо не было. Хотя здесь завтрак будет, а у нас дома, я не знаю, что мы будем есть на завтрак. А здесь будет хороший, свежеприготовленный, вкусный завтрак. Но ничего. Все, мы с Никитой уже сейчас будем здесь сидеть, ждать всех. Когда все остальные, вся наша семья спустится с вещами. А потом мы с Вовой расчекинемся, расчекаутимся. И едем домой. На улице уже темно. Смотрите, как там. Ой, небо такое какое-то жутковатое, да? Вот, у нас там это громадина еще в багажнике, тяжеленная, 100-килограммовая. Ой, смотрите, самолет садится, как красиво. Здесь аэропорт рядом. Хорошо, мы здесь провели время. Надеюсь, не пожалеем, что мы раньше съедем. Надеюсь, дома все хорошо будет у нас. Не отключат заново. Представляете, какой будет сюрприз. Приезжаем домой, а электричество заново отключают. Вот это будет жестко. Посидим здесь, подождем. Мы здесь завтракали с Никитой сегодня. Посидели старшие, не проснулись к 9. Хотя здесь завтрак значительно позже подали. Но мы завтракали только с Никитой. Вова дома позавтракал. В новостях передают, что у нас самое большое, этот, без электричества, короче, количество клиентов, кто без электричества. Перед нами как раз два человека, которые заезжают. Их сейчас будут оформлять, а мы ждать, когда. Интересно удивятся, потому что часто такие люди въезжают и съезжают раньше, как мы. Как людям удобнее, так и они поступают. Все, уезжаем. Сегодня 1 октября, а на улице жарко вечером. Прям влажно и жарко. Как в Мексике. Смотрите, у нас какой биток получился. Незапланированно. Вова сейчас должен был генератор домой отвезти. Он должен был поехать домой и генератор отвезти. Но мы едем всеми. Наш отель. Временно наш. Вов, объясни мне, почему на улице так жарко 1 октября? 79, чтобы вы понимали, у нас вечер. Я конечно... 7.36 вечера. 79. В Цельсию. Ой, не сюда. 26 градусов Цельсия 1 октября вечером. С Богом. Все, с Богом, поехали. Полтора часа или сколько сейчас? Трафика нет, час 36 показывает. Сейчас помимо того, что было, еще этот генератор с собой. Тяжелая машина сейчас. Он очень тяжелый. Он весит, я думаю, килограмм... Я не знаю, сколько в килограммах, в паундах 250. Я думаю, что 110-115 килограмм. Я не знаю, почему он такой тяжелый. Мы с огромной помощью его сюда загружаем. Самое главное беспокойство, то, что у нас сейчас в холодильнике протухшие два холодильника... Ну как протухшие? Две морозилки, две забитых морозилки. Две забитых морозилки. Мы туда продукты переставляли, те, которые, ну, как холодильник использовали. Мы надеялись, что морозилка будет использоваться в качестве холодильника. Но время шло, электричество не приходило. Время шло, и в итоге морозилка разморозилась, и все, что в морозилке, тоже размёрзлось. И вот сейчас дали электричество, и вот это все замёрзнет комком вонючим. Да, холодильник еще вчера вечером вонял, сутки назад. А еще, так как у нас дома не было вентиляции, пять дней во влажную, жаркую погоду, у нас все в ванной комнате придется мыть, там все черной плесенью, наверное, покрылось. Там, наверное, сейчас все черное. Кстати, нас не расчекаутили. Сказали, что вы должны завтра в 12 это сделать, и раньше мы вас не можем. Вы получите имейл и ресит, и как чек. Надо что-нибудь заполнять или что? Или просто они автоматически нам сделают? Они нам пришлют имейл, и там будет написано, что мы checked out. Окей. То есть, в принципе, если мы сейчас приедем, и там совсем все будет плохо, но чисто теоретически, если мы захотим вернуться... Мы можем развернуться и приезжать обратно. Ну, ключи мы отдали уже, да? Правильно же? Да, мы их можем получить сюда обратно. Пять дней без электричества. Без интернета это ерунда. А вот без электричества, без горячего, хорошо, благо вода была. Без интернета это всего лишь ломка. Не, у меня работа, мне нужно было монтировать. Я за вот этот день, что мы здесь прожили, ну, больше дня, смонтировала и выложила два видео. То есть, я загрузила. Я три часа только спала. То есть, сделала то, ради чего сюда приехала лично я. А так, без интернета, в принципе, можно прожить. А вот без электричества пять дней сложновато. Если бы там хотя бы включался на час как-то или на два там что-то. Едем сейчас домой. Я осознаю, сколько завтра у нас работы дома. Начиная с холодильников, душами, ваннами, уборками. У нас завтра море. Ну и плюс нам надо какие-то продукты уже купить. Мы полностью не имеем продуктов. Мы сейчас едем по фривей, и нам навстречу вот опять проехало. Уже штук десять или даже больше, наверное, машин проехало. Те, которые ремонтируют электричество. Из Северной Каролины, Вова их с утра видел, приехали в нашу местность. Хотя у них тоже здесь много поломок. А они, видишь, к нам поехали. Но они свои поломки поремонтировали и поехали туда. Получается, что у нас сегодня сильно продвинулось. Я прям смотрю на карту. Мы можем видеть, где есть электричество, где нет. На нашей компании. У нас сегодня порядка двухсот тысяч домохозяйств подключили. Вот основа. Да, вот она опять. Их очень много. Мы постоянно их встречаем. То есть они так налегли хорошенько из Северной Каролины. Приехали к нам и отремонтировали очень много. Именно благодаря им, наверное, у нас сейчас и включили электричество. Я уже выключил, думаю, не буду больше смотреть. Вот. Они прям сплошняком. Навстречу нам половина машин, которые едут, это машины, которые ремонтируют электричество. То есть они целый день с утра. Вот она опять. Смотрите, даже большая часть. То есть они целый день сегодня ремонтировали у нас просто весь апстейт. Верхнюю часть нашего штата. А утром я их видел, ну, наверное, штук 30, не меньше. Это только те, которые я заметил, обратил внимание. Но, судя по карте, у нас в двух городах еще 250 тысяч домохозяйств, домов без электричества. Пять дней прошло с момента урагана. Представьте, было почти 600 в наших двух городах. В штате более миллиона. Полтора миллиона. Да. Вы представляете, какой масштаб? Я просто все по сейчас в шоке. А теперь мы догнали другой караван, который едет. Такие же машины. Вот впереди они бегают. У них сверху такие лестницы, да, специальные машины. Целый караван, который едет. Смотрите, вон, смотри, с той стороны в ту. Смотрите, сколько их много. Просто поток. Вот, смотрите, они. Едут следующие. Вот с этой стороны такие. Короче, туда и обратно. Одни сменяют другие ходы, не эти машины. И они ходят караванами вот такие. Да, посмотрите. По четыре, по пять машин. По шесть, по десять даже. Так, ну если они опять едут и ночью, то, скорее всего, завтра уже действительно всех. Основную массу, наверное, самые тяжелые случаи только останутся. Я думаю, что завтра большинство уже будет. Эти 250 тысяч превратятся, наверное, в 50, если с такой скоростью ремонтируют. Кстати, мы уже в Южной Королине, посмотрите, как раз дорогу хорошую. Мы прям на самой границе. Почувствовали, только пересекли линию. И вот такая прям дорога. Асфальт гладенький. Ой, прям вообще супер. А еще пока мы едем, рассуждаем. Мы сделали выводы, что нужно всегда быть готовым ко всем таким ситуациям. Там всем запастись, иметь генераторы, пауэрбэнт, банки. Там какая-то еда, консервы и все такое. И мы вспомнили, как шли, гуляли, разговаривали, когда все это произошло втроем. Я, Вова и Никита. И говорим, что сделали выводы. И у Никиты спрашивают. Никита, я сделал вывод. Он, да, какой? Надо жить в богатом районе. Вы знаете, почему он так сказал? Потому что у нас здесь самый богатый район, Файфоркс. Вот их подключили к электричеству через два часов. Ураган закончился в 11, уже все, даже ветер прекратился. А в час или в два их уже, ну, то есть через два или через три часа их уже подключили обратно. И все мы сделали разные выводы. А ребенок сделал самый правильный вывод, что нужно жить в рич-нейбор-худ. Мы думали, что они из Северной Каролины. А сейчас поближе рассмотрели машину. Вот это машина из штата Индиана. А далеко от нас штат Индиана? Я даже не знаю. Дети далеко от штата Индиана? Я там сейчас быстро не собираюсь. То есть это такая группа, которая ездит, видимо, в наших штатах. Со всех штатов, да? И ремонтирует все. Я думала, это из Северной Каролины. А оказывается, нет. Послали к нам, значит, эту помощь со всех штатов. Вот оно как. Мы дома. Как я рада видеть нашу улицу освещенной. Кто бы мог подумать, что можно радоваться вот таким вещам. Освещенная вечером улица с огоньками, с фонарями. Зашли дома, мне эти мешки приготовили. Воняет. Я даже вот сейчас в холодильник. Сейчас мы просто его откроем. Быстро всем выбросим в мешки. Выкидываем? Да. Воняет, вы не представляете, как. Сейчас я даже... Нужно вот так открыть и сразу быстро все грузить. Да, я готов это делать, да. Так, дети, уходите, если у кого рвотный рефлекс. Ой, сколько всего. Погнали. Смотрите, что у нас тут творится. Извините, показывать будем мало, потому что срочно надо все выкидывать. Друзья, смотрите, сколько еды. Время 10 часов вечера. И я поняла, что я сейчас буду холодильники мыть, потому что... Потому что это невозможно терпеть. Это уже второй раз вывозим. Я думала, сейчас приеду, я буду спать. Но я сейчас буду вымывать холодильники. Потому что вонь невозможно терпеть. Там вообще такая каша. Смотрите, что здесь творится. Сейчас я буду все... Запах вообще ужас. Видите, что происходит. Ну что, друзья, всем привет, доброе утро. У нас уже следующий день. Посмотрите, ни следа, ни от ураганов, никаких происшествий. На улице прекрасная погода, летняя. На солнышке прям тепло-жарко, влажно чуть-чуть. Идеальная такая погода. Для 2 октября у нас супер-супер-мега, просто фантастически. И вокруг жизнь продолжается, как будто ничего не было. Вчера я, вы знаете, и так спала мало, монтировала целый день. Приехали, когда домой, поняли, что надо мыть холодильники. И один холодильник я вымыла полностью, продезинфицировала. Загрузила продуктами, которые мне показалось, что они у нас еще нормальные. И остальное мы все выбросили, вывезли. Много мешков я вам показала. Не знаю, там мешков 6-7, что ли, было еды. Второй холодильник сегодня я буду домывать. Я его продезинфицировала. И вот теперь надо его помыть. И сегодня, наверное, будем заниматься последствиями. Плюс надо какую-то еду покупать. Вот я снесла с двух холодильников, из морозилок, все, что мне показалось, у нас живое. Еще можно есть салаты. Вчера привезли из гостиницы, мне там заказывали еду. Есть яйца, можно, в принципе, яичницу сделать. Мне показалось и бекон, и вот эта вот нарезка еще нормальные. Так, изучила, они новые, не открывались. Мне показалось, что они в глубине морозилки лежали, были холодные. Поэтому еще нормальные. Там все, что потекло сырое, это да. А вот такая вот еда у нас еще есть. Салат есть. Батоны костовские еще живые. Вот такое мясо мы с собой его забирали, которое в Косток купили в гостинице. Там подъедали, если кто голодный. Очень хорошо, когда червячка заморить. Вот это мясо. Ну, это все, что у нас есть. Здесь я все вымыла, подготовила. Теперь у нас пустая абсолютно морозилка. И, можно сказать, пустые холодильники. Друзья, смотрите. У нас было то же самое вчера вечером. Я думаю, что у всех сейчас так вымыты холодильники. И положили сохнуть, просыхать. Сейчас все будут. Мы приехали домой примерно через 2,5 часа после того, как сообщила нам система, что восстановлено. За это время что-то уже смогло подморозиться в холодильнике. Но вонь вот эта, она никуда не делась. Я все вымывала, дезинфицировала, все полки оттирала, замачивала в специальном растворе. Сильно воняло. И все, смотри. Пусто. Вымер район. Все дома. Да, все в домах сидят. А то все выходили на улицу. Все сидели возле гаража. А сейчас тихо, мирно, спокойно. Мы едем посмотреть на то дерево, которое мучило нас несколько дней. Пять дней у нас не было электричества. Едем посмотреть на то дерево, которое никак не могли ничего с ним сделать. Мы его уже снимали, показывали. Сейчас посмотрим, что там с ним сейчас. Ну и мы с утра заполнили на нашу страховку на дом насчет еды. Испорченная еда. Перекрыта дорога. Значит, все-таки не в этом дереве у нас была причина. Потому что здесь еще по-прежнему есть люди без электричества. Макинтош сейчас сидит. Вот. И сейчас они его делали. Значит, у нас не в этом дереве была причина. Мы на него грешили. Вот там сейчас его пилят, да? Ну давай я хоть посмотрю, подойду, сниму. Я не знаю, куда тебе надо доходить. Да вот, дайте хоть знак. Или вот так. Вот там ремонтируют это сейчас дерево. В смысле пилят, убирают. Значит, скоро... Машины, которые мы постоянно приведем в полицей. Ага. Значит, у тех людей скоро тоже будет электричество. За сегодня должны поремонтировать. Короче, я посмотрела. Пять тысяч вот таких машин со всей Америки съехались к нам в Апстейт ремонтировать. Пять тысяч траков, представляешь? То есть они вот за вчера сильно подремонтировались, сильно продвинулись. И сегодня, я думаю, сегодня среда, да? Обещали до пятницы поремонтировать. Сегодня среда. И я думаю, что у большинства уже будет электричество к вечеру. Потому что пять тысяч ремонтных машин, а там бригада в каждой машине, правильно? Вот, я думаю, что они быстренько здесь все чик-чик-чик. Ну, я прервалась. Мы заполнили клейм на нашу страховку на дом, которую мы каждый месяц платим. Сколько у нас там? 60 долларов в месяц или 70? 900 долларов в год. А, то есть 50 с чем-то. 57 на 56 долларов в месяц мы платим страховку на дом. И с большой вероятностью там должна была бы быть испорченная еда. То есть если в результате каких-то вот отключений электричества таких вот, независимых от нас ничего произойдет, то там можно подать... А у нас два холодильника. Мы с вами прикинули долларов 700 минимум. Ну, это по минимуму. Мне кажется, значительно больше. Потому что вот эти морозилки, все это мясное, все это дорогое. У нас было прямо и мясо, и рыба там, и семен. Вчера мы выкинули 7 мешков полных. А до этого я еще, наверное, 4 или 5 вывозил. Поэтому мы запомнили насчет страховки на дом. Я знаю, что здесь еще можно заполнить от государства деньги на продукты получить. Есть люди, которые постоянно получают деньги на продукты из-за того, что они малоимущие. Им там тоже накинут, кстати. А есть просто... Что там? А, генератор. Все купили генераторы. Все наелись. Точно такой же, как наши соседи купили. А можем, мы не получаем их, и мы можем заполнить... Надо разобраться, может быть, как на карточке на еду. Я не знаю. Но вот то, что нам положено по страховке, мы запомнили. Чтобы нам заплатили за эту еду. Страховая компания заплатила. Да, но мы только клейм сделали. А получим мы или нет. Мне сказали, еще воркер будет какой-то звонить и что-то там узнавать. И рассказывать, как все это работает. Но у нас еще, кстати, эти качели поломались. Но качели, наверное, мы не будем. Да? Я не знаю. Кстати, погода, еще раз... Посмотрите, вот разве можно сказать, что начало октября? У нас сейчас... Все зеленое. 26. 26 градусов на улице тепла. Представляете? У нас вообще нет ни намека на осень. Может быть, из-за того, что такая погода, эти ураганы идут. Или наоборот, такая погода теплая и влажная из-за ураганов. Из-за этих... То, что воздух с Карибского залива оттуда идет влажно-теплый. Вообще, здесь такой сезон осенью всегда здесь. Здесь дожди оттуда идут. Это климат такой. Ну, чтобы вот так вот было, это, конечно, нечто. У нас сейчас дома прачечная, полная, доверху, до потолка. Я закинула первую стирку. Сегодня, думаю, будет стирок 8. Вот. Я думаю, мы по времени не уместимся. Не уместимся. Поэтому, я думаю, обойдемся 5 или 6. Это еще не считая постельного белья, которое надо постирать. То есть, такая вот одежда с 6 человек. И четверть из них школьники накопилось. Мы даже это... К концу недели, получается, в пятницу, это ночью было, мы не успели постирать всю одежду. Обычно мы выходные стираем. Там за неделю набирается. С четверга на пятницу. Не, ну, в среднеделе мы тоже стираем, естественно. А самые такие большие, крупные, прям объемные стирки мы делаем в субботу. Все прям перестирываем. Детей школьной одежды много. Такие вот вещи. А в пятницу у нас случилась вот такая фигня. И поэтому у нас сейчас большая постирушка. Большая стирка вам передача такая была, да? Я не знаю. Можете было. А еще у нас очень влажно дома. Я вчера говорила, что в ванной вот это все придется мыть. Вентиляции не было. И очень влажно и тепло. И сразу вот эта черная плесень везде появляется. И сейчас я прям сделала сильный кондиционер дома, чтобы все просушилось. Ну, и плюс надо все это мыть. А еще начали вылазить из щелей. Хотя у нас обработка от насекомых дома есть. И обычно у нас насекомых не видно. Не мокрушки, а такие какие-то тоже плоские. У них много ножек. Стали из щелей появляться. Что значит вентиляции не было. Я боюсь, я вообще не люблю насекомых. И вот они стали появляться. Сегодня я две увидела в ванных комнатах. Так противно. Ты с ними разобралась? Нет, конечно. Я сбежала от них. Я их боюсь. Не знаю, они меня не боятся. Я их боюсь. Продокс. Ну, и мы едем за продуктами. Сейчас поедем в несколько магазинов. Так тщательно вам прям снимать не будем. Потому что в Костку у нас будет много. Но опять-таки, опять те же яйца, те же продукты, которые вы миллион раз видели, как мы берем. Поэтому так чуть-чуть вам покажем, пробежимся. Хочу борщ. Я сегодня хочу борщ сделать. Прям сильно. Заедем за овощами сейчас в зеленый наш магазин. Вот это вот капуста, свекла купим. У нас осталось лук, морковка и немного картошки. Вот из овощей дома. Зелень на грядке есть. Благо грядки. Мне прям интересно, как там сейчас обстоят дела в этих магазинах. Что есть на полках, чего нет. Ну, я думаю, что в Костке все есть. Мы уж были тогда с тобой, помнишь? Я даже подозреваю, что, возможно, зря мы вчера купили этот генератор. Я так и думал, что ты будешь так говорить. Он здесь может быть. А, то, что везли издалека, да? Нет, скажи. Я не про то, что он нам не нужен, а что он может быть здесь. Я думаю, что если здесь завусь, то их моментально разбирают. Все равно еще есть люди, у которых нет электричества. И многие, как мы наученные, у нас отхлестал хорошенько этот ураган. Теперь мы опытные. И я думаю, не одни такие мы. Я думаю, что здесь, если есть, то надо в очереди стоять и быстро все разбирают. И выбор, скорее всего, тоже не будет. Мы по сравнению с каким-то Эшвилл, по-моему, город в Северной Каравине. Да, там кошмар. Мы вообще делались даже не легким испугом, а просто легким вздохом. Там полгорода. Ну, не под воду ушло, но метра на два, наверное, поднялась вода, да? Там настолько кошмарные разрушения. Они сравнимы с разрушениями от урагана Катрина в 2012 году. Там, конечно, это жесть. И там не восстановят к пятнице. Там восстановления будут исти не месяцы, а, наверное, годы. И если у нас мы на страховку подали на испорченную еду в холодильниках, то там страховкам придется... Там будет потеря имущества, ну, полная потеря имущества, начиная от дома машин и кончая... Внутренним содержимым. Внутренним содержимым и одеждой. Ну, там люди потеряли все. Там только, слава богу, что выжили, а так остальное все потеряло. И мы тут еще, да, поднываем, там все это было. У нас интернета нет. Я уже два раза звонил, дайте интернет. Нет, не даем. Говорят, мы не знаем, когда мы тебе его дадим. Ну, у меня интернет, это чисто вот из-за работы, из-за видео. А так, мобильный, если что, есть. Вон, если скучно что-нибудь включить, посмотреть. Хотя сегодня скучно не будет. Сегодня столько дома делал. А что ты можешь на мобильном посмотреть? У меня даже какой-то Google, просто, чтобы информацию какую-то почитать, грузится там. Серьезно? Не, у меня, наверное, тоже новый телефон, хороший 5G. А, может, из-за того, что у тебя 5G. Ну, помните, мы вам рассказывали, что там наш дистрикт раздавал бесплатную еду и еще на следующий день раздавал бесплатную еду наша школа. Сейчас везде сегодня объявления. Многие школы теперь тоже начали раздавать. Церкви раздают. Вот сейчас мы там будем ехать. Церковь такая большая тоже будет раздавать еду. Мы не хотим заезжать бесплатно на эту еду. Во-первых, мы можем поехать купить. У нас есть возможность. Пусть берут люди, у которых действительно и нет электричества, и нет денег на еду. Пусть такие берут. У нас есть и электричество, и газ приготовить. И мы можем поехать купить, и все такое. А так вот просто ради информации, может быть, приостановимся вам, покажем, как это выглядит. Да, лесоповал. Целая просека такая легла. Заехали в ближайшую церковь, вот этот, который по объявлению. Ну как, они... Не то что по объявлению, они раздают еду, а наши делятся между собой этой информацией. Вот. Но я думала, что здесь на парковке что-то будет раздавать, но я не вижу. Может быть, вовнутрь надо заходить. Короче, я что-то ничего не увидела здесь. А вон детки углядаются. Ну, это типа детского сада у них во церкви. Наверное. Вот, кстати, что-то. Может, это и было? Да нет, это для ремонта крыши. Привезли материал. Так, ну я ничего не вижу. Поверьте, насло. Ну, наверное, туда внутрь надо заходить. Хотя, возможно, это машины в школу. Может быть, уже раздали. Ну да. У всех свое определенное окошко время. И временное. И они объявляются. Такое-то время будет бесплатная еда. Что там раздают, я не знаю. Ну, скорее всего, обычная американская еда такая. И самое необходимое. И, возможно, какие-то консервы. Вот что-то такое. Потому что, на самом деле, еще очень много людей сидят без электричества. И у которых электрические плиты. Это вообще кошмар. Я знаю, что люди во дворе костры разжигают. Костер делают и на костре готовят. Многие воспринимают себя как веселье. Устраивают в машинах муви-найт. С детьми садятся, зажигают этот мотор. И подключают что-то к машине. И включают в какой-нибудь муви и смотрят. Откидывают сиденья, стелят одеяло. Я видела, читала объявления. А наши переписывались. Какие-нибудь старые фильмы пересматривали. Кто какой, кто как выходит из положения, чтобы стресса не было. Костер, муви-найт в машине, фильмы смотрят. Кстати, мы выехали такие, считаем по пальцам, магазины, в которые будем заезжать. А что-то не проверили, открыты они или нет. Но сейчас уже, я думаю, что здесь точно дали электричество. Мы на Водорфе здесь в первую очередь дали электричество. Это основная улица в Гринвиле. Я думаю, ее остановили в первый же день, в пятницу еще. Не, но магазины были закрыты. Магазины эти можно было посчитать по пальцам. Смотри, все магазины с машинами. Фоблайн, да. Но это тоже открылся один из первых. Все светофоры работают, поэтому я пойду. Ну, просто я надеюсь, этот зеленый капусточку со свеклой купить. Главное, чтобы продукция была, потому что, скажем, ее поставляли откуда-то по 40-м фривэю, а он теперь весь полностью размыт. Кстати, да, много подъездов к нашим городам, таким трасс закрыты, размылась, поломалась. И поэтому еще потом пару недель точно у нас не будет поставок полноценных продуктов. По крайней мере, с северной Каролины точно. Наш зеленый магазин вроде открыт. Сейчас пройдем. Здесь местная продукция местных фермеров подается, поэтому не знаю, будут ли здесь сейчас овощи. Вот здесь написано, что местные фермеры. Здесь продукция местных фермеров. Все свежее, все прям с наших ферм соседних. Магазин полный. Все продукты на месте. Я вижу, вон даже капуста есть. Здорово. Свеклы побольше купить надо. Я-то прям что-то в последнее время свеклу хочу. Вот. Два сорок девять за паунд. И еще я знаю, что в таких вениках, в кустах свекла у них подается. Девяносто девять центов обычная капуста. Порт Ильич органическую капусту. Потому что я вижу неорганическая. Ну, хоть такую-то взять. Я думаю, что надо брать, какая есть. Вот. Свеклы набирай. Вот она органическая должна быть. Нет, да? Кстати, красные есть. Может, красные салаты взять? Давай этот возьму, салат покрошу. Побольше. Вот этот? Ага. Смотри, мягкий. Хороший. Или вот этот? Нет, вот этот, да. Халапиньо надо взять еще, кстати. Вот вспомнила. Может быть, сделаем буррито. Штучек шесть бери. Они быстро портятся. Мы здесь покупаем. Они на доллар восемь или четыре? Восемь бери. Быстро очень портятся их. Несмотря на то, что острый очень перец, а портятся быстро. Интересно. Вот если вот такие брать. Хотя вот эти тоже нормально. Они точно такие же. Молоденькая вроде, свекла. Забирай побольше. Дэш штук восемь возьми. Я прям черт-свекла сильно хочу. У меня же слюнки бегут. Сварите салат. Сглатывай. Сглатывай. Так, нормально. Набирай еще. Это мало. Бери еще. Они маленькие. Четыре еще бери. Смотрите, сколько стоит маленький пчук засохшего. И смотри, как он выглядит. Укропа. 3,49. Вот такой пчук. А у нас на огороде свежий свой. Какая красота эта. Я не нарадуюсь. Так, что здесь дальше? Да все, наверное. Овощи взяли и зелень есть. Вот то, что у нас подпортилось. И здесь очень хорошие соусы. Вот эти всякие соевые. Вот то, что вы любите. Или вот такая. Какая, Никита, лучше не знаешь? Срирача. Не знаю. Какую срачу взять? Наверное, вот эта. Да, мы тогда в прошлый раз брали хорошую. Это что ты взял? Это соус. А, окей. Магазин Lidl открыт. Здесь у нас прям продукты первой необходимости. Молоко, хлеб. Вот такое вот. Поэтому сейчас мы здесь наберем продукты. Все есть вроде. Все продукты тоже на полках есть. Быстро все завезли. Перец у нас, кстати, заплетнивел. Надо взять перчик. Только хорошо, что он здесь вот по 3. Удобно. Нам 3 хватит. Вот я авокадо возил. 100 лет не брала авокадо. Надо начинать есть. Какой-то перерыв сделала. Смотрите, список. Что нам надо? Пойду поищу яблочки. С яблоками здесь скудновато. Но я хочу посмотреть, может быть, появился мой этот Макентош. Вот Макентош. Вон. Да. Вау. Запах от них такой, что аж слюники бегут. У меня сегодня на все слюники бегут. Буду объедаться теперь. Я взяла там много подмятых уже. Но взяла все равно потому, что хочется сильно. Ты хлеб взял? Два разных вида. Фермерский и с семечками. Так, сейчас мы... Вот видишь? Уже результат. Пустые полки. Ну, я думаю, что сейчас они будут наполняться. Так, давай возьмем сок, молоко вот это. Мы здесь апельсиновый сок берем. Я вчера выкидывала два надутых этих... Две надутых бутылки сока апельсинового. Мне так жалко было. Ого! Смотри, какая цена на семку. Семка. 6,99. Я не знаю, это такая цена. Регулярная. 10,49. Ну, это 12 унций порция. То есть это меньше, чем паунд. Семка хорошая цена. А вот тоже. Такое чувство, как будто они что-то распродают. Я, кстати, вот такую хочу. Мне, кстати, он внешне какой-то. Он как-то... Желтоватый. Слишком много воды в нем. И он какой-то такой пожухший. Как будто был замороженный. Он может быть немножко... Запашка. Пошли. Надо немножко воздержаться. Окей. Нет, я себе вот это возьму. Один кусочек. Сегодня приготовлю. Это я просто голодная. Все, я поняла, мне голодной нельзя. Я сразу хочу все. И яблоки, и рыбу. Что-то они все на сейле. Левов, они распродают всех срок годности. Всего подходит, видимо. И они поэтому распродают, да? До 25-го кефир. До 1 января 25-го года. И он холодненький, поэтому... Давай я две возьму. Две бутылочки. Все равно холодильник пустой. Надо чем-то набивать. И бутылки такие не на дуке. Давай, апельсинусом. Все на сейле. А наш не на сейле, да? 499. Можно набирать, как и хочешь. 3, да? 3 давай возьмем. Может, другие тоже будут. Взял сок? Ремонт делаю. Молоко наше, я вижу, есть. О, молоко хорошо. Аккуратнее. Я обязательно врубилась, бы если Вол не сказала. Я никогда ничего не вижу вокруг. Ага, молоко есть. Возьмешь мне пакет, который с этого урезанного, нежирного молока? Heavy whipping cream, нет? Heavy whipping cream. О, есть. Ну, мы в Коску будем брать, потому что там значительно дешевле. Здесь даже сливки есть жирные. Фактически все есть. Не так, конечно, перенаполненные сильно полки, как всегда. Ну. Лепешки для буррито. С Вовой вчера крутили и вертели. Ну, вроде выглядит нормально. Но от греха подальше тоже выбросили. Сейчас надо будет взять, потому что буррито мы любим. Не стали рисковать, мало ли. Морозилки пустые. Никита, ты что еще пицами не наелся? Это анти-морозилки пустые. Ну, как пустые? Опустошенные, я бы сказала. Женщина-восемьписка. Да, сейчас все на скорую руку полуфабрикаты готовят. Сейчас это самое популярное, наверное. Как мы не нашли лепешек, буррито нету, видимо. Разбирают, наверное, разобрали все. Обошли магазин несколько раз. Здесь хорошие лепешки, большие, как мы любим. Сейчас будет на всю машину запах яблок. Вот это такое, ведь яблок, который пахнет на весь дом. Помыть надо. Я его выдавала. Как они пахнут. Никита, я тоже советую взять. Так, сколько мы сейчас заплатили? Ладно, мы потом прикинем, сколько. 78. Потом прикинем, какую мы сумму потратили. И, скорее всего, у нас холодильники не будут полные. Потому что мы выкинули не одну покупку. Так, я думаю, что все вот эти растения, они загоняли вовнутрь. Иначе бы их разнесло по всей... Да, я вижу, что они не политы и что завяли. Но я не думаю, что эти тележки выстояли бы здесь в ураган. Они бы все эти, все окна, все стекла бы побили. Сейчас еще не все открылось. Вот, посмотрите, пробка здесь какая. Интересно, все по магазинам люди выехают, да? Получили электричество. Там вчера очень многие получили электричество. А здесь много гамазинов. Магазинов. Поэтому я думаю, что многие из вот этих вот машин на дороге сейчас в пробке стоят так же, как и мы, за продуктами. Приехали в магазин Сенс. Здесь у нас регулярно мы покупаем одни и те же продукты. И за ними же мы и приехали. Едем, и такое чувство, прям, как будто ничего не было. Уже нет ремонтных здесь, вот, по крайней мере, в этой местности, каких-то работ. Все возвращается в свое прежнее состояние. Люди потихоньку идут, покупают. Как-то нет уже ощущения, что здесь было, творилось пять дней назад. Очередей уже нет. Сейчас, кстати, еще на заправке в Костка посмотрим, что за очередями. Но я думаю, уже нет. Нет, уже все, уже потихоньку жизнь вернулась в свое русло. Уже все успокоились. И уже на Рождество, ведь все стоит. Народу для самсклаба много, да? А нет, кстати, нормально. Здесь поменьше. Не, ну здесь обычно меньше, во сколько я сюда приезжала, здесь меньше людей обычно. И здесь тоже. Слушайте, а почему нет в двух магазинах бурита лепешек, которыми привыкли? Их раскупили или они пропали? И еще больше всего их покупают? Потому что некоторых товаров полно, а некоторых вот таких вот в никаких магазинах не найдешь. Ой, посмотри, холодильники. Да ладно? Полностью пустые. Ну они же работают. Почему у них пустые холодильники? Извинились ли товары? Те, которые провали, выкинули, а эти, икинули. А я думала, здесь этот сыр, как его купить, пармезан тертый. Нет. И я выкинула. Вчера так же целую банку, так жалко было. И что, яиц нету? Сейчас посмотрим. Нету, да? Метану берем? Да. Это берем. Убы? Овковка, нет? Или какая разница? Я не знаю. Бери, бери. В морозилках есть все, и сейчас какие-то полуфабрикаты надо взять или яки берем. Не, вы такой не едите. Что еще не знаешь об этом? Вот динозаврики надо взять. Каких-нибудь сейчас пару пакетиков, полуфабрикатов возьмем. Бери, вафли, слушайте, мы целую, мы почти целую пачку вот этих вафель выкинули. Хотя мы их жарили перед отъездом, их на сковороде, на сливочном масле. Мы можем увидеть, как внутри выглядят холодильники. Полностью пропалы руки. Я не знаю. Помните, когда-то рассказывали, что вот продукты, да, лежат, холодильники открываешь, берешь. И обычно все заставлено, и сердцевину не видно. Некоторые люди шутят, берут коробку, и тут из холодильника рука человеческая появляется. Вот холодильники, как, откуда руки появляются. Я думаю, они вот так вот ложатся. Я тоже. Не вот так. Я не знала. Да, я тоже так думала, что они, не знала, что с этой стороны. Да, наверное, бери две штуки. Решили попробовать роллы здесь, самсклабовские. Или какую-нибудь одну-другую поменьше, вот такую вот. Выбирай из этих. Набрали суши. Мы не пробовали ни разу в самсклабе. Может быть, полная тухта, не знаю. Но сейчас, по крайней мере, дома пока буду борься, готовить. Пока время зовет. Это будет то же самое, что мы ели в Мексике. Все, заплатили, едем в Коско. Там у нас побольше будет всего. Не, ну как, может быть, такая погода в октябре? Ну, лето. Прям вот лето, жарко. Костка. Выходим. Так, ну здесь народу побольше. Здесь сейчас будут все закупаться. Взяла зелень, была уверена, что будет испорченная. Да, здесь нормально. Нормальную зелень нашла, шпинат. Ходим кругами, ищем картошку, морковку. И что-то не можем найти. Картошку нашли? Нет, там картошка, такая, которую мы покупаем. Нет, там другая, дешевая, там же картошка. Морковку не можем найти. Что такое? У меня есть наборчик на суп на один, но это все. Я куры нашла. Представляете, одна упаковка. Одной упаковкой мы ее возьмем. Вот какое счастье. Я уверена была, что кур не будет. Так, и грудку сразу возьмем. Так, здесь что-то совсем ничего нету. Нашла обычную грудку. Набрали вот такой суп еще. Нам посоветовали с брокколи и с сыром. И хотим попробовать еще клэмчадр. Здесь суп. Сейчас покажу, сколько они стоят. Получается, две вот таких баночки в упаковке. 10 долларов стоит. И две баночки подороже, 13,5. О, наконец-то, хироше появились на сейле. Появились на сейле. Рановато, да. Идем через сыры. Мне так жалко, мы все это выкинули. Я брюц целую упаковку почти выкинула. Здесь, да, гауда где-то, должен быть копченая гауда. Нашел? О, вот это очень вкусная копченая гауда. Очень. 8,49 получается за паунт 25. На свежих хлебушек. Это просто обалдеть. Такое чувство, что они к празднику сразу уже все выставили. Хотя нам тут совсем не до праздника. Вот шоколадный мусс бельгийский на сейле. 8 долларов. Очень много готовой еды. Кстати, знаете, приготовленная уже свекла. Варить не надо будет. 6,99. Я возьму свеклу, уже готовую. Яйца? Ага. Есть. А воды и генераторов нет. Опять, смотрите. Пытаюсь найти лепешки для буррито. Ничего нет. Смотрите, с хлебом вообще проблема. Ну, мы взяли для этих булки для сэндвича и в Лидл взяли хлеб. Я вот вижу, какая там внизу лежит. Вон один пакет. Да, вот этот. Дайте я гляну на него. Что это такое? Ну, это маленькие лепешки. Взять? Не знаю. Давай возьмем маленькие. Всего лишь. Это пачки так вот. Да, их всего лишь. Здесь несколько упаковочек есть. Вот столько уже понабрали еды. Да, хлеба нет. Вот эти надо точно взять в индивидуальной упаковке, в бисквитике. Сейчас школа начнется уже на следующей неделе. Пригодятся они сейчас на сейле. Берем сейчас кое-какие полуфабрикаты. Вот эти рыбные палки, они очень хорошие. Там внутри ментай и сухари. И все прям. Здесь, видишь, чего-то прям, по-своему, все есть, а чего-то прям нет. Пустые палки, вот как хлеб, да? Нет, картошку не нашла, морковку не нашла. Представляешь? Что-нибудь? Нет. У меня есть, у меня какое-то количество картошек есть, и морковки есть. Сынки, по-моему, тоже ничего нет. Да, нет, не было. Ничего, это хватит на несколько дней. Ну вот этим полуфабрикатом, полуфабрикантами будем отходить. Да, я сейчас посмотрю дома, в каком состоянии у меня картошка. Я не стала ее выкидывать, но она, мне кажется, не очень хорошая. Получается из того, что картошки, морковки нет, будем брать вот здесь готовый рис уже есть. Хороший состав, и все это на сейле. Сейчас смотрите, хорошо. И маленькие пиццы на сейле. У нас дети очень любят. Какая пицца у нас сейчас? Ой, да, это тоже надо обязательно взять. Это с цветной капустой. Овощная корж и с цветной капустой дети любят. Но эту пиццу можно, Никита. Этот на сейле, рис сейчас. Я купила в прошлый раз попробовать вот эти вот пирожки с говядиной, остренькие. Кстати, я целую упаковку выкинула, мы даже не попробовали, не успели. А вот оранж чекен, наверное, возьмем. Это то, что у нас всегда должно быть в холодильнике. Ну, мы вот это называем монстр. Не брали сыр, наверное, сейчас возьму, он вкусный. Мы набрали своих сыров, обычных, которые мы берем. У нас уже полная тележка, я просто не снимаю. Смотрите, мы тут уже всего понабрали. Взяли, взял коньяк, я не кипусту. Я тоже уже еле хожу, что-то никак не отошли от этой поездки. Не, это у нас, кстати, вот это не испортилось. Странно. Бекон, бекон ничего не взял. Сала, молодец, Никол. Так, все, мы стоим в кассе. Вот у нас такая тележечка. Друзья, время обед. Мы стоим, Никита заказал вкусняшки. Тут какое-то такое печенье большое, горячее с шоколадным. Мы 980, но у нас номер 980. То есть с 10 часов утра до часу уже вот такой номер заказов, представляете? Вот такое Никита заказал печенье. Оно большое, огромное. Они очень вкусные. Такие огромные печенюги, смотрите, горячие. Прям горячие. Вот смотрите, рука, а вот это печенье. Пахнет. Пахнет вообще, слушай, правда пахнет. А что, дорогие, свело в челюсти. Какая очередь. В этом, в кафетерии столько заказов. Пицца, короче, написано, что надо долго ждать, потому что там сейчас все в кафетерии приехали есть на ланч. Вообще много народу очень. Нет, все домой покупают. Домой, да, ну да. Еще у многих нет ничего здесь, в Гринвиле. У многих нет электричества. Так, ты говоришь, ты как-то запарковался? Трудно, да? А вот, смотри, люди ездят, и невозможно найти парковку. Мне просто пришлось остановиться и ждать, пока женщина пришла. Она увидела, что я жду, она у меня спрашивает, ты ждешь? Я говорю, да. Она стала очень быстро выгружать, бегом побежала, отвезла тележку. Вот сколько мы купили, я думаю, что мы два холодильника не забьем, да, Волк? Нет, это и один не забьем. Сейчас нужно будет сразу это все, что нужно в морозилку положить. Мне сразу нужно будет второй холодильник домыть, и тогда мы все это будем загружать. Ну что, друзья, мы уже дома. Достала три висита, еще один из зеленого где-то в машине валяется, там долларов 30. Посчитала, все вместе прикинула, в районе 800 долларов мы потратили. И вот, получается, я вам покажу, мы даже холодильники не забили. Это к тому, что сколько мы выкинули, сколько вот сейчас мы купили, сколько это стоит все. Морозилка одного холодильника. Вот, смотрите, пусто все практически. Так, этот холодильник. Ну, этот более-менее наполнен, но это так. Для нашей семьи это все ерунда. Здесь молоко. Кстати, картошку свою посмотрела на нормальный человек, поэтому у нас мешок есть. Ну, и этот холодильник, вот, скажем так, наполовину, можно сказать, наполнен. Для нашей семьи это вообще ничего. Вот они, 800 долларов. Ну, еще то, что не в холодильнике, но все равно. Так, все, сейчас будем заниматься домом. Ванной. Соня сейчас в пентре порядок наведет, все там рассортирует. Там тоже надо порядок навести. Будем заниматься делами, отключаться. На этом у нас все, друзья. Всем всего доброго, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok